Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о такой злободневной теме, как инновация. То есть снос многоэтажек, точнее пятиэтажек, и заместо них возведение многоэтажек с более высокими технологиями для жизни общества и более уютные и комфортабельные квартиры. Этот вопрос волнует очень многих, в основном жителей спальных районов. Возьмем, например, в Яго-Восточный округ, район Выхина. Там на каждом шагу пятиэтажки. И вот, как вы видите, я сам нахожусь в пятиэтажке, и этот вопрос лично и меня волнует. Законопроект внесла городская дума и внесла дополнительные гарантии москвичам, дома которых будут участвовать в программе реновации. Но интересно, после сноса пятиэтажек, что будет на месте сноса? Или жилые кварталы, или же непонятные застройки типа гаражей или торговых центров? Ну, представивший законопроект председатель Москва архитектуры Юлиана Княжевская напомнил, что программа реновации, она возникла в связи с тем, что пятиэтажки и жили своем, в них жить уже практически невозможно. И подчеркнула, что дом будет снесен только в том случае, если за это проголосуют более двух третей собственных жилья, у которых есть договор соц.найма. Вот. И сейчас мы разберем некоторые вопросы, которые задают многие, которые повнуют каждого, кто живет в ветхом жилье. Вот. Сейчас мы об этом с вами поговорим. Каким же образом происходит оповещение о расселении? Сообщения о переселении жильцов с описанием процедуры и списков сносимых зданий должны печатать местные газеты. Уточнить информацию о переселении могут в районной управе. Также объявления должны появиться на информационных досках в подъездах. Часто мы видим, что действительно и в газетах печатают, и клеют объявления. Но практически мало кто их читает. И, скорее всего, нужно что-то более глобальное в плане оповещения жителей таких домов. Это лично мое мнение. Вот. Однако по факту в газетах, как вот действительно сейчас из СМИ, однако по факту в газетах могут печатать малоинформационные заметки, которых не видно. Вот. И как радуются уже переехавшие жильцы какой-либо квартирки в районной управе, жильцам, скорее всего, дадут общую информацию, перенаправив в департамент городского имущества. В конкретном районе, куда придется приходить лично. Так, как дозвониться не всегда просто. Ну, с этой проблемой сталкиваемся мы ежедневно. В бюрократии у нас никто не отменял. Так что, дорогие жильцы, читайте внимательно газеты. Далее вопрос. Если в квартире живет две семьи, то должны ли при переселении дать две разные квартиры или квартиру большей площади? Отвечаем на этот вопрос. Расселение жилого помещения в связи со сносом не является улучшением жилищных условий лиц, проживающих в ветком жилом фонде. Согласно действующему жилищному законодательству, им обязаны предоставить взамен сносимого иное благоустроенное жилье по площади и количеству комнат, равное расселяемому. При этом количество семей, ведущих отдельное хозяйство в расселяемой квартире, не имеет правового значения. В принципе, я думаю, я ответил на этот вопрос. Сам не буду вдаваться в подробности, так как не особо осведомлю. Перейду к третьему. Можно ли выбрать квартиру при переселении или что дают, или просто что бери? Тоже актуальный вопрос. В самом начале жильцов приглашают за смотровым талоном, который дает право перейти в новостройку и посмотреть на будущее жилища. В смотровом талоне уже указан адрес дома и номер квартиры. С этим талоном вы направляетесь в новостройку, где представитель застройщика, он обычно заседает на первом этаже одного из подъездов новостройки, выдает вам ключи от квартиры. Талон забирается как залог на время осмотра. Тоже, в принципе, интересный ответ я вам дал. Но единственное, что для просмотра отводится строгий и не слишком удобный для работающих людей промежуток времени, то бишь по будням. Так что готовьтесь отпрашиваться с работы. После осмотра вы сдаете ключ и относите смотровой талон свой в ДГИ. Выбор квартир с лицами не предусмотрен. Так что вы можете либо отказаться, либо подписать согласие на ту квартиру, которая указана в талоне. В случае отказа ДГИ обычно предлагают два варианта сценариев. Первый. Вы ждете, когда кто-то еще откажется от жилья, и тогда вам предложат эти варианты. Но не факт, что они будут комфортны. И второй. Если вы категорически отметаете все предложения, тогда вам придется неопределенное время ждать, когда ДГИ подберет для вас другой вариант. Но это уже может быть другой район или даже другой дом. Четвертый вопрос, который тоже волнует очень и занимает в головах людей довольно-таки обширное количество серых клеточек. Как много времени займет оформление документов? И когда можно будет переезжать? Сами понимаете, что волокита с документами это самый ненавистный, наверное, вопрос в жизни любого человека. Наверное, каждый стоял в очереди. Каждый восстанавливал, допустим, параспорт или военный билет. Хоть и ввели новые терминалы с чеками, которые приглашают нас, как говорится, в очереди не стоять и сидеть, и по вызову подходить. Это тоже довольно-таки муторное дело. Но давайте ответим все-таки на этот вопрос. После осмотра квартиры и подписания согласия на нее, жильцам придется ждать с подготовки договора Мены. И приглашение на его подписание. В ДГИ обычно обещают, что это займет месяц-полтора. Однако, по факту, этот срок не определен. Оформление частями, а также частями возвращаются. То есть, документы. Они возвращаются при оформлении, вы даете документы, но половина из них, как говорится, возвращается вам обратно в руки. Также нужно помнить, что в документах могут быть допущены ошибки. Их придется отправлять обратно на исправление. А это дополнительное время. От нескольких дней до нескольких недель. После подписания договора Мены, жильцам выдают его копию. Тогда как оригинал уходит на регистрацию. С этого момента им разрешается переезжать и делать ремонт. Регистрация же документов в Росреестре может растянуться на несколько месяцев. В среднем на полгода. В принципе, я ответил на небольшое количество вопросов, и очень много, но это будет во второй части нашей беседы. Я думаю, вам было интересно. Смотрите, ставьте лайки. Пока. Смотрите, ставьте лайки.